Ребятушки, всем пламенный привет! С вами Алекс Назаров. Спасибо, что вы подписались на мой канал, смотрите все мои видео, ставите лайки и пишите честное мнение в комментариях. И, как вы уже заметили, я сегодня не один, а ко мне на огонек заглянул мой друг Данила. Всем привет! В этом видео мы будем обсуждать блогеров, которые не дают нам всем спать спокойно. Поговорим сегодня о Юле Гельцман, Роме Жолоде, Антониес, Андре Петрове, Лодосе Миросе и обсудим весь вот этот срач между ними. Начнем, я думаю, с Юлии Гельцман. Я коротко расскажу своим подписчикам, кто такая Юля. Она первую известность приобрела, когда снималась в шоу «Супермодель» украинский. Это аналог американского шоу «Топ-модель». Родилась мальчиком, потом она изменила пол на женский, стала принимать женские гормоны, сделала себе грудь. Поучаствовала, соответственно, в шоу «Супермодель», получила кое-какую известность подписчиков. И потом она уехала в США, то есть она там запросила, как я понял, убежище. Сейчас, скорее всего, она уже гражданка США. Но Юля год назад перестала записывать ролики, записала прощальное видео. Дескать, все, у нее закончилось вдохновение. Там был такой посыл, что возможно я вернусь, а возможно нет. То есть посмотрим. Сейчас у меня пропало вдохновение, я больше не хочу снимать. Ну, я просто больше не получаю удовольствия от съемки роликов. «Я устала, я ухожу». Вот так она сказала. Ну, типа того, да. «Всем спасибо, все свободны, но возможно я вернусь». И ты знаешь, вот на протяжении этого года я все ожидал. Когда же она вернется? Когда она справится со всеми своими депрессиями? Когда у нее появится настрой? Потому что мне Юля нравится. Она такая достаточно приятная девочка. Харизматичная, спокойная. Вроде она не выпендривается, говорит то, о чем думает. То есть я все время за нее как-то переживал. Уже хочется посмотреть, что там такое у нее. Ну, ты понимаешь, в последнее время, в последние месяцы мне постоянно подписчики начали писать о том, что «Алекс, а ты знаешь, чем Гельсман сейчас занимается?» Опа. Она говорит, «Алекс, она вернулась на самом деле». Да. Она вернулась и не уходила. Поначалу я не поверил в то, что они стали писать. Думаю, какие-то глупости. Я все это игнорировал. Сочиняют что-то там. Да. Но когда уже приходит 10-е, 20-е сообщение из серии, ну, ты посмотри, что она там делает. Не стало интересно. Когда присылают уже видео, ну, ты посмотри. Видео мне не прислали, честно говоря, я сам стал это все искать. Но, тем не менее, мне действительно после 20-го сообщения стало интересно, что же такое вытворяет Гельсман. Я нашел видео. Я сейчас тебе покажу. Вам я, к сожалению, не смогу показать, потому что YouTube зацензурит. Так. О. Да. Вот так. Неожиданный поворот. О, тут спецэффекты. Видео со спецэффектами, с разных ракурсов. И так, и эдак. И спереди, и сзади. Короче говоря, Гельсман сменила ориентацию и переквалифицировалась из блогерш. Вебкамщиц. Ну, судя по видео, кстати, ей очень нравится вообще. То есть, здесь она даже выглядит более счастливой, чем на последнем видео, которое она записала. Ну, это же прощальное было, как ты знаешь. А ты приветственная. А здесь, да. Достаточно известный блогер. Все-таки 150 тысяч, это тоже с неба не падает. Опять же, по телевизору показывали, и куча у них всяких интервью было. Как ты относишься к такой смене ориентации? Меня это, честно говоря, удивило. Точно вот чего не стоит делать, это писать какие-то гневные там комментарии, писать там, что она какая-то плохая, не такая. Есть же что-то писали, да? Есть же кто-то набежал потом. Постоянно. И мне пишут, и ей пишут. Ну, конечно. Конечно, нет, до этого делать точно надо. Гомофобы, в первую очередь. Это само собой. Это вообще ужасно. Но если мы говорим про такой неожиданный переход ее вот просто вообще на контрастную сторону. 150 тысяч подписчиков, как раз так. Но, не, понятно, что возможно у нее был план завести подписчиков на YouTube и перевести их в вебкам и получать за это больше денег. Мы не знаем. Такая многоходовочка. Многоходовочка. Ходов как бы немного. А еще супермодель, может быть, все делалось ради этого. Может быть, и супермодель по-украински тоже. У меня ощущение, что она просто перегорела. То есть, у нее действительно закончился весь этот творческий запал. Потому что ей это приносило удовольствие. А потом она говорит, я уже просто не вижу себя в этом. Я не знаю, о чем он говорит. Он не приносит удовольствие. Тут вопрос в другом. Что человек, имея вроде бы мозг, харизму, тут же ума-то не надо большого. Легла и надручивая себя. Понимаешь, денежки текут. Когда я обо всем об этом узнал, у меня не было желания прийти и, знаешь, позлорадствовать на YouTube и сказать, что вот она там, а, еще одна. Не, ну, конечно, мы же не какие-то вот эти совковые тетенькие. Я скорее просто расстроился, потому что мне действительно искренне стало грустно, потому что я переживал за этого человека. Я желал ей всего хорошего, развития на YouTube. Я думал, что вот, наконец-то, сейчас, может быть, она сделает перерыв, поборет в ситцевой депрессии, с новыми силами вернется с новыми изменениями. А она перерыв такой решила. А в итоге там вот так случилось. Более того, я тебе скажу, что всех неприятно удивило, и меня в том числе. То, что мы-то думали, у нее полный переход, потому что она была вот мальчиком, потом сделала операцию полностью. Полностью. А оказалось, что внизу у нее осталось, как и было. Многие трансгендеры, они не меняют себя ниже пояса. Это нормально. Это я знаю. Конечно, нормально. Вопрос в другом, что Юля дала понять всем подписчикам, я это прекрасно помню, то ли на прямом эфире, то ли в каком-то видео, она дала понять, что она сделала полный переход. То есть, зачем говорить, что это такое? Да, зачем-то соврала зачем-то, хотя казалось бы, ну зачем? То есть, ты в принципе могла бы об этом не сказать, умолчать. Но когда вот так вот происходит такая обмама, вот это я не поняла. Мне было это, честно, крайне неприятно. Нет, я понимаю, да, обидно, конечно, что она выбрала такой странный путь. То есть, например, ничего же нет плохого в проституции. Я отрицательно отношусь к проституции. Плохого же. Я даже не скажу, что это ужасно, так нельзя. Ну криминально, потому что в этом ничего нет, с точки зрения вообще человеческой. Ну смотри, с одной стороны, это тело человека, и он имеет право поступать так, как хочет. Это я признаю, конечно. И это право человека. Как хочешь, так и развлекайся. Другой вопрос, какой-то вот морально-этический, что ли. Когда человек идёт на эту дорожку, то как к нему относиться? Он как будто падает, знаешь, ниже. Ну это, для меня кажется, это социальное такое мнение тогда. Да мне плевать, на самом деле, кто там что думает. Я же не опираюсь в этом смысле на мнение общества. Это моя личная позиция. Ну в целом, правда, есть. В каком-то смысле это деградация. То есть, ты не хочешь напрягать свой мозг, ты не хочешь записывать мои ролики. В этом смысле, да. Ты легла и начала себя надручивать, понимаешь? Ну если переводить на Юлию Гельцман, то получается, да. Я к ней относился по-другому. То есть, я думал, что вот она сейчас начнёт развиваться, я в ней такой потенциал видел. Какие-то драмы, которые она рассказывала, какие-то там в отношениях проблемы, я всё время думал, ой, Юленька, там я ей комментарии напишу, поддерживаю и всё. И тут вот такое вот. То есть, мне просто стало обидно за неё. Я ей не злорадствую. Я к ней хорошо отношусь, но мне реально вот обидно стало. Ну я представляю, на самом деле, да. Но, возвращаясь, да, возвращаясь к вебкаму, это же немножко другое всё-таки, она же не оказывается сексуальной. Мы не знаем этого. Хорошо. Я не знаю. Возвращаясь, ну теперь мы, конечно же, ничего не можем точно утверждать, но возвращаясь к вебкаму, я всё-таки, да, наверное, соглашусь с тобой, что обидно, что вот всё как-то закончилось вот этим. Понимаешь, мне её сложно осуждать, потому что я к ней в принципе хорошо отношусь, но вообще я не вижу в этом ничего уважительного. То есть, я не испытываю уважения к этим людям, которые вот проститутничают, понимаешь? Ну это как-то лежат, надручивают, но как-то это вот не очень. Как-то не очень. Имеют право, безусловно, но как-то... Но, да, понимаешь, что у них есть потенциал для гораздо большего. Да, опять же, когда это какой-то, знаешь, человек с улицы, у которого вообще ничего нет, а когда человек уже, у которого 150 тысяч подписчиков, которого уже люди знают. Можно, да, можно развивать это. Тут я согласен, тут я согласен. Просто можно, потому что ступенька уже какая-то есть. То есть, деградация получается. Ну это деградация. И смотри ещё, какая интересная тема. Тут вот несколько моментов ещё важно. Что сломало Юлю, мне кажется? Во-первых, было очень много хейта. И в каком-то смысле вот все вот эти вот безумные люди, которые писали гадости, они тоже могли повлиять на её вот этот выбор. Потому что вот это вот она всё время читает. Она говорила в комментариях, что мне неприятно, мне обидно. Какая-то чувырла ей пишет. Да ты вообще не девушка, ты вон мужик, ты на девушку не похожа. Во-первых, это неправда. Ну конечно. Она выглядит как девушка. Она и есть девушка. Потому что она себя чувствует с рождения именно девушкой. Ничего в ней парня не выдаёт абсолютно. Вот я смотрю, у меня нет. Даже зная, что она была парнем, ну нет ощущения, что там парень был бы раньше. Ну да. Нет, ну понятно, конечно. Нет, такие люди, которые это пишут, конечно, это ну это они, вот они точно не достоин никакого уважения. Это абсолютно точно. Это точно совершенно. И да, я думаю, что они могли действительно повлиять. То есть она, видя, что её творческая реализация встречает вот такое, она решила, ну это всё, пойду. Я просто даже по себе знаю, когда ты получаешь 50 каких-то комментариев, тем более я вот как бы перфекционист, и у меня очень сильная самокритика. Я получаю 50 классных комментариев, где люди пишут, что мы тебя поддерживаем, всё, мне приятно. А потом какой-то один такой, знаешь, очень неприятный, я начинаю вот обдумывать его. Конечно, это всё портит. Это очень плохо. Тем более, если у человека есть склонность к депрессии, то любой такой вот говнецо такое, да, оно может его спровоцировать. Ну если мы говорим про то, как это воспринимается в нормальном обществе, ну в здоровом, давайте не будем называть вещи своими именами, то то, что ты встречался с трансгендером, то, что ты встречался с человеком, который вебкамом занимается, ну это уж на тебе-то точно, это никак не должно отражаться. Но я бы не хотел встречаться с человеком, который занимался вебкамом. Ну хорошо, ты бы не хотел, но другие люди, которые об этом узнали и сказали бы, ааа, вот ты встречался там с вебкамщицами какими-то. Будь то суждение всё равно. Да, вот, но это же неправильно. Никто не должен лезть. То есть одно дело я определил, что я хочу, а другое дело, когда мне баба Маша из него подвес, да, Гарри. Да, в этом и предъявилось, что если ты, ну хочу в вебкамщице встречаться, ну хочется, ну хочется, мечта у меня такая была. Ну повстречался, попробовал, ну и что тут такого? Она же не сделала ничего ужасного, ты же там не с маньяком решил встречаться. Ну да, я надеюсь, до этого не дошло. Да, надеюсь, что не дошло. Юль, мы надеемся, что не дошло. Давай пожелаем Юле всё-таки собраться с силами, завязать с вебкамом, вернуться к блогингу, ну или найти себя в какой-то другой сфере. Вас воспрять духом, я бы сказал. Похоже, что, ну, есть какая-то возможность как-то развиваться дальше. Да, я буду очень рад, если Юля вернётся на YouTube и опять будет регулярно снимать ролики. Да, Юля, трудности бывают, но не надо их бояться. Да. Очень, мы понимаем, что очень сложно может быть, но у тебя хороший старт, нужно продолжать. Вообще странная такая тенденция. Многие ютуберы оказываются у нас сейчас вебкамщиками, продают свою порнушку. Рома Жолдз, это яркий пример вот такой вот деградации, когда человек ушёл, опять же, продавать свои интимные фотки. Слушай, у него там около 700 тысяч подписчиков, это ветеран Ютуба. Я думал, около 700 тысяч долларов уже продавал фоток. Сомневаюсь, что это кому-то интересно на такие суммы. Почти 700 тысяч подписчиков. Это ветеран Ютуба, такой олдспольный длогер. Он, по-моему, с 2010 года он начинал. Потому что только больше 10 лет он находится. Ну, кстати, да, это очень много. 2010 год был так давно. Да. И ты понимаешь, тоже теперь продают свои фотки. Так недавно ещё всплыла анкета в интернете с расценками. Давай посмотрим, какие расценки. Я сейчас тебе покажу. Давайте посмотрим. Так. Расценки, расценочки. Расценки. Вот смотри, эта анкета всплыла. Здесь вот, значит, что пишут. Так, слушайте, ну моей зарплаты не хватит, точно. Да тебе не надо. Зачем тебе такое? Видно, что Рома явно не самый правильный образ жизни ведёт. Потому что в 25 лет он выглядит на 35. Итак, расценки, внимание. Готовьте кошелёк. Рома к себе домой пригласит за 1000 долларов. Приедет к кому-то домой за 2000 долларов. И останется на всю ночь. Правда, не уточняется у себя или у кого-то. Это, ну, Рома оригинальничать не стал, 3000 долларов. Да, то есть отдрюкать Ромочку по полной программе можно за 3000. Ну, дороговато, да. Не, ну-ка, если какая-то скидка была, какие-то акции, может быть, есть, Рома. Ну, если ты с нас смотришь, может, акции какие-то скидочные карты. Ну, пожалуйста. Ну, ты действительно думаешь, кто-то заказывает? Ну, я думаю, что да. Да? Ну, а почему бы и нет? Ну, я думаю, что есть. А напишите в комментариях, кто заказывал. Поделитесь опытом, потому что вам интересно. Я, например, заказывать не буду. Стол заказов. Она, рубрика знаменитая. Такая странная тенденция, получается, что довольно известные блогеры у нас идут вот в это вот. И непонятно почему. То есть такие шальные деньги, что ли. Напрягаться не надо, думать не надо. Кого мы там скоро увидим-то такими темпами? Причём, ты понимаешь, вот смотришь, там какой-нибудь персональный тренер, бодибилдер, там у него какие-то медали и всё. Свои фотки продаёт. Блогер продаёт. Какой-то там ведущий корпоративов, эксперт Малахова тоже свои видео распространяет. Слушай, эксперт Малахова, а по фоточке-то… И Жолудь тоже постоянно Малахова шивается в экспертах. Да? А по каким вопросам он там эксперт? А по всем подряд. Каким вопросом? Он говорит, вот эта женщина, вот ракурс у неё, конечно, на фото у меня лучше. Ты понимаешь? И все хлопают. И это ещё вопрос к уровню самого Малахова, если в экспертах сидит Рома Жолудь. Ребят, уровень этого человека уже давно вызывает вопросы. Смотришь на его канал, 700 тысяч подписчиков. Рома Жолуди? Да, около 700. Он был ветеран, он за 10 лет насобирал. При этом 5000 просмотров или там максимум 10 за месяц. 10 тысяч просмотров. Слушай, ну скоро количество просмотров будет меньше, чем количество долларов за выезд уже. Либо какие-то там накрутки были. То есть тут опять же у меня возникает сомнение. То есть вот эти все блогеры, которые, кстати, появились, миллионники, которые 10 лет назад появились, тогда ещё не было жёстких систем Ютуба контроля накруток. И многие позволяли себе вот эти накрутки. И сейчас, когда ты смотришь 5-10 тысяч просмотров, у человека, у которого около 700 тысяч подписчиков, у меня сомнение. Тут уже никто просто не смотрит. Ну это тоже важно. Просто никто не смотрит. А ты думаешь, просто люди потеряли интерес? Да, конечно. Вот о чём он снимал вначале? У него были песни. Правильно? Он пел песни же. Было дело. Какие-то там весёлые ролики смешные он снимал. Я просто это не смотрю. Что сейчас он снимает? По сути был уровень ТикТока. В принципе, Ромка симпатичный парень, да? Хотя выглядит, конечно, старше своих лет. Ведь вот явно не самый здоровый образ жизни. Не самый. Скорее всего и подбухивает, и поднюхивает. Я не удивлюсь. Парень, в общем-то, симпатичный для своего типажа. Но что меня вот ещё отталкивает дополнительно, скажем так. Ну-ка. Это то, что человек играет вот в свою гетеросексуальность, постоянно раздаёт интервью, что он там с девочками, мечтает он жениться, с той он встречался, с этой он встречался. При том, что все давно в курсе, тем более там... Потому что девочки говорят, не встречался со мной. Да нет, некоторые девочки даже и поддать. А девушка говорит, кто это мужчина? Что вы делаете? Да, тут вопрос в другом, что это явно ложь, потому что все знают давным-давно, а в Москве-то уж точно, что Рома по мальчикам. Вот это вот враньё тоже. Я понимаю, какие-нибудь звездуны, да? Но когда вот блогеры... Ну ему-то что? Да? Казалось бы. Противно. Нет, ну хотя, конечно, нет. Ну понятно, что сложно вот так открыто с этим жить у нас. Ну не говоря открыто, но и не стряпай тогда. Просто помягче, и зачем нагло так обманывать? Да, здесь согласен, да. Когда вот такое вот хитровыдуманное какое-то враньё, это, конечно, неправильно. Поэтому Рома... Привет всем... Желудь пролетает у нас. Привет, так сказать, другим желудям с этого дуба. Ну и одна Рома желуди, перейдём к другому днищу. Там днище у нас даже покруче. Там такой срачник и сральник, да, давай обсудим, Андрей Петров и Владоса Мироса, который выпал из насиженного Петровского гнезда, открыл свой ротик и начал много чего рассказывать. Это птенчик что-то начал рассказывать, это так называется? Выяснилось то, что, оказывается, Владос Мирос давно недоволен Андреем Петровым. И, в принципе, он его не считает даже близким другом. Пришёл он на канал Пушка, где всё вот это вот излил. Одна из претензий Мироса, то, что когда у него были проблемы с сердцем, он загремел в больничку, лежал в реанимации, Петров его не навестил, будучи ещё его другом на тот момент. Кроме того, он осудил его вот за Казань. Я, кстати, согласен с Владосом Миросом, потому что Петров записал в Инстаграме видео, где совершенно пренебрежительно, неуважительно отнёсся к жертвам. Да просто отвратительно, что-то скрывать. Ну зачем такое записывать? Ну он сказал, что ему просто похуй. Ну да, позапухуй. Потом вот эти все его оправдания, что у меня депрессия была, поэтому я записал этот ролик. Вот это, знаешь, наверное, когда меня прям очень сильно разочаровал Петров. Потому что какие-то его вот эти вот взбрыки, я как-то так ещё закрывал глаза. Но тут уже какая-то последняя капля. Мне это очень не понравилось, такое поведение Андрея. Я от него, честно говоря, не ожидал. Владос Мирос его также осудил в Показани. Вспомнил ему злосчастную сумку. Это история ещё, по-моему, двухлетней давности. Когда Андрей Петров делал заказ в интернет-магазине, а Владос Мирос говорит ему, слушай, мне не платить за доставку. Ты тоже там закажешь? Давай я тоже закажу, да. Потом ты передашь сумку 1200 рублей всего лишь. От один пикселя Ромы Жёлуди. Свои дороже. И в итоге получилось так, что Петров был занят на тот период своими отношениями с каким-то парнем. И он всё не мог Владосу передать эту сумку. А тут уже начинал выходить из себя. Что такое? Моя сумка? У неё моя. Рвётся уже. Ну ты новую мне передашь. Когда? Тут опять история с этой сумкой всплыла. В общем, короче говоря, Мирос прошёлся по Петрову. Но и Петров через несколько дней пришёл на другой канал, Стенка, где ответил Миросу. Да, ответил Миросу. Мне кажется, я ничего не знаю про Ютуб вообще. Кстати говоря, Стенка – это получается та же пушка, которая отсоединилась. Там тоже у них какой-то конфликт. И вот эта вот Хоффман, я так понимаю, она как раз таки из пушки ушла и открылась в канал Стенка. Опять же, это то, как я понял. Приходит Петров на канал Стенка, и вот там отвечает Миросу, что он от него не ожидал такого предательства. Он, так сказать, на стенку лезет. По большому счёту, Мирос раскрутился за счёт Петрова. Ну, конечно. Да, многие раскрутились. О нём никто не знал. Петров его, можно сказать, впихнул в это блогерское сообщество. За счёт него он стал известным. Часть переместилась к Петрову, часть – за Владоса Мироса. И вот они теперь выясняют отношения. И Петров ещё на этой стенке, значит, заявил, что якобы Владос Мирос, по его словам, имеет связи с ФСБ и сейчас активно копает под Петрова. Что он там копает? Запрашивая у своих людей, у ФСБшников. У своих людей, он уже полковник в ФСБ. Когда, куда, Петров звонил, с кем общался, дайте распечатку. Дайте распечатку. Дайте-ка мне распечатку заказа с сумкой моей. На стол ко мне. Не знаю, как относиться к этой информации. В принципе, мы живём в России, тут всё что угодно возможно. Конечно, но факт остаётся фактом, что вот эта вся тусовка, которая была довольно-таки сплочённой, выглядела такой цельной компашкой. Выглядела, да. Сейчас всё трещит пошло. Мы же не видели, что там происходило за кадром. Поэтому, конечно, они вот… А там происходило что-то нехорошее. Сплошные тёрки. Ну, какие-то на камеру, какие-то не на камеру. Честно, в этом во всём разбираться. Но это же мы будем просто… Не хватит и трёх часов. Понимаю радость Антона Эс, который тоже одно время был в этой тусовке, и он первый оттуда вывалился. Вывалился. Отлетел. Я единственный, кто поддержал тогда Антона, потому что все вот эти вот… И Петров, и Мироз, и кто там… Женев. Они были вместе там. Их там много. Я всех имён даже не помню. И там Григорий Андрюшин. Они говорят, ну, вывалился ты, давай отсюда. Да. Они все против Антона Эс тогда выступили. В какой-то момент, когда ещё Андрея Петрова я смотрел когда-то вот довольно давно, он не казался мне каким-то, не знаю, потрясающим, невероятным человеком. Но просто я думал, ну, какой-то чувак что-то снимает, рассказывает. Ну, несколько лет назад он, кстати, делал достаточно интересное видео. Я даже смотрел видео на регулярную основу. Мне было интересно. Да. Ну, ты смотришь, ну вот, ну прикольно. А потом какие-то ещё в Инстаграме какие-то рекламы. 24 на 7 льётся реклама каких-то совершенно… какие-то просто непонятно кого. Ну, я был подписан на него в это время. Да, я был подписан на Петрова. И у него там в сторисе постоянно была какая-то реклама, она разожжёт огонь страсти, какие-то тренинги, соблазнения. Я просто смотрел это, я думал, боже мой. Естественно, всё это была какая-то платная подписка. Ну, это же просто позор. Так, сейчас новый позор. Ты в курсе, что он теперь открыл курсы орального с… То есть, он лучше всех знает, как это делать, и он научит. Вот. Главный позор, что он считает, что лучше всех это знает. Это вот так опрометчиво, я считаю, решение. Ну, и получается, что он не смог реализоваться как визажист, раз он сжарнул на эту дорожку. Мы говорили про Юлю, что она не смогла реализоваться. И тут тоже что-то похожее. Но, правда, более какое-то хитро выдуманное. Да. Хотя вебкамы мы и так глубоко не копали. Может быть, что-то есть. Но всё равно, когда ты себя позиционируешь мастером-визажистом, когда ты рекламируешь какие-то крупные бренды, а потом вдруг у тебя… А потом ты рекламируешь, что мадам Ирина научит вас соблазнить любого мужчину. Ну, что это за позор просто? Что это за последняя страница бесплатной газеты? Ну, а потом… Ой, ну, кошмар. Андрюха, ну что это такое? Андрюха, ну ты смотришь нас, ну что это такое? Конечно, смотришь. Ну, что это такое? Андрюха смотрит каждое видео. Каждое видео Алекса Андрюха смотрит. Он и Вероника Степанова. Да, Вероника Степанова смотрит. Опять же, да, где вот эта граница, когда ты не согласен и когда, ну, человек просто творит какую-то дичь полную. Высказать мнение – это одно, но когда уже какая-то дичь, жесть, оскорбление, хамство, явное такое неуважение, это уже перебор. И ты понимаешь, тебя смотрят миллионы людей. Должна быть какая-то ответственность. Ну, конечно. У тебя мысли могут быть в голове, какие угодно. Ты не с твоей ноги встал, тебя все бесят. У тебя тоже бывает же, наверное, такое дичь. Конечно. Какой ты сволочь, пристрелил бы всех. В эфиры такие дни не выхожу. Да, то есть ты должен себя сдерживать. Если мы говорим про какого-то жанра, какого-то фричества, да, то он же тоже, ну, он не может быть бесконтрольным вообще. То есть сегодня… Конформирует себя. Ну, конечно. То есть сегодня ты там… сегодня как бы твое фрик-мероприятие, оно такое. А потом ты рассказываешь что-то про Казань. Ну, это уже… это не просто фрик-шоу, да? Это уже… ну, это просто отвратительно. Да. Это просто омерзительно уже. И самое ужасное, чтобы по таким людям, как Андрей Петров, потом вот судят о других нормальных людях, которые, например, тоже красятся, там, независимо от их ориентации даже. Да, вот это как раз очень важно, мне кажется. Потому что ты начинаешь транслировать, что убийство людей, например, это всё равно… специально. Ты делаешь специальное. Ну, убили кого-то. А мне вообще по-просто. Может быть, кстати, он это и специально сделал. Да, конечно, в том-то и дело. Но вот в этот момент, в этот момент ты уже переходишь просто все уже границы. И тут неважно, ты красишься или ты вообще не красишься. В принципе, подытоживая наш ролик, можно всех наших героев обобщить по тему ответственности. Потому что, когда вы делаете какой-то, совершаете шаг, думаете о последствиях. Это очень важно. Тем более, когда вас смотрят новые поколения подрастающих людей. Ну, конечно. Вот такое вот видео, ребята, у нас сегодня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Если вы хотите продолжения в таком формате, обязательно напишите нам в комментариях. И, возможно, уже в следующий раз мы запишем что-то совместно. Да, что же мы такое запишем? Какой-то прикол дес. Если вам не безразличен канал Алекса, неважно, со мной или без меня, то внизу в описании написано, что нужно делать. А также лайки и комментарии, конечно. Без них никак. Ну, а на сегодня это всё. Берегите нас и друг друга. Будьте здоровы и до встречи в новых видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok